Тезисы послания президента в пятницу обсудили и Орловские единороссы. Во дворце молодежи Орловского аграрного университета они провели 23-ю партконференцию. Участвовали около 400 человек, первые лица исполнительной власти региона во главе с губернатором Вадимом Потопским, главы муниципальных образований, а также сенатор Владимир Круглый, который вместе с представителями Орловской делегации, побывавший в Кремле. Когда я слушал выступление президента, у меня возникло такое ощущение, впечатление, что наша страна как пружина, которая сейчас сжимается, а потом она разожмется и сметет всех на своем пути. В период тех санкций, которые сегодня вели страны Запада и США, Российская Федерация заявляет, что мы не только не снижаем социальные обязательства в нашем федеральном бюджете, в том числе и региональных, но наоборот мы их наращиваем. Мы говорим, что мы готовы сегодня поддержать представителей малого и среднего бизнеса. Это дать налоговые каникулы. Для тех предприятий, которые вновь формируются, мы, конечно, готовы представлять новую налоговую льготу. Леонид Музалевский отчитался о работе регионального отделения за 2014 год, а также сделал акцент на реализации партийных проектов. За прошлый год и 10 месяцев текущего года в Орловской области семью обрели 610 детей. Это общий успех и нашим партийным проектам, и, конечно, правительства Орловской области, и социальных служб. Большое вам всем спасибо. Вадим Потомский подчеркнул, что ведущие партии в Орловской области и впредь будут работать в формате конструктивного взаимодействия. Он поблагодарил членов «Единой России» за поддержку во время избирательной кампании. Несмотря на политические взгляды, цель у нас с вами одна. Это могущество нашей Родины, нашей державы России. И сполочение вокруг самого сильного президента на планете Земля Владимира Владимировича Путина. Во время конференции делегаты внесли изменения в состав регионального полицовета партии. В него вошли пять человек. Среди них зампред правительства Михаил Бабкин. Также Леонид Мазалевский по традиции вручил партийные билеты новым членам партии. Почетные грамоты получили наиболее активные единороссы и журналисты. Среди награжденных корреспондент телеканала «Первый областной» Наталья Пехтерева. Продолжение следует...